Ну что, школьники, учитесь там, да, 1 сентября у вас началось. Очень хорошо, если у вас нет линейки, да. Всё равно это, конечно, рабство в школе учиться, но хорошо, если у вас нет линейки, как там раньше флаг поднимали, линейка какая-то, все там вставали толпой вокруг фоля, да, баскетбольного. Вот, и у Раши у вас такого бреда нет, наконец-то, да, вы просто там пришли, да, жопу почесали, вам сказали, купить учебники, заплатить 2 тысячи, 5 тысяч, 10 тысяч, 15, надо шторы новые покупать, о, школьнички, вот, все вам подарки делают, учители, а, говорят, что вы нифига не выучитесь, потому что вы дурак, хотя они все дуры там просто сидят. Вот, и ещё что там, что там ещё бывает, да, и Intel даже сделал вам подарок, процессоры стали в два раза дороже. Я собирал компьютер на Celeron, он стоил 1800 или 1900 рублей, это дорого я считал. А теперь в два раза все магазины подняли цены, потому что Интон решил цены поднять тоже. Не в два раза, конечно, но чуть-чуть, да, и так. Соответственно, Celeron уже стоит 4 тысячи двухъядерный процессор, а те, где можно в игры играть, они, да, как у вас, тысячи с десяти начинаются, да. А i5 ваш, который Джафар собирал, i5, то есть 8 какой-то там, он уже 20 тысяч, а i7, соответственно, за 30-32. Вот вам и всё, да, Intel подарок сделал вам, повышение цен. В среднем по, это самое, больнице повышение цен на процессор где-то тысяч пять, да, от пяти до семи, да. Притом в евро понижаются, в долларах повышаются, а в рублевой нашей зоне страны СНГ они растут. Вот. Пусть рынок умирает, загибается, да, рынок. Рынок от компьютерного барахла становится никому не нужным. Все на планшетиках сидят в телефончиках, а Android жмут там, Android местные, а i7 жмут, и компьютеры нахер никому не нужны даром, только дотникам каким-то нужны компьютеры, да. Вот, вот такие дела. Так что учитесь, учитесь, учитесь там, господа, да, не отлынивайте. Вас, конечно, обманывают там, что вы, если вы что-то не сдадите, вас это самое, да, исключат, да, сволчим билетом упустят. Они обязаны всех выучить, да, это обман, не ведитесь на этих, да. Ходить так же по мере способностей. Я вообще полгода не ходил, мне все равно выпустили из этой школы и дали аттестат. Просто максимум, что они могут, и тройка наставить. Все. Вместо всех предметов будет в аттестате тройка, и все. Вот максимум, что могут учителя сделать. Эти вот эти ваши старые и вонючие учителя. Вот и все. Но одни обязаны выпустить, по любому случае, иначе Горано штрафует, да, и директор премию не даст за вас. Если вы двойку получите, в четверти. А в году вообще всех этот самый вызовут, там, Горано приедет разбираться, почему учителя не учат, да, потому что не ученик виноват, что у него оценки плохие, а значит, учитель гондон всегда. Это в любом случае учитель гондон, если двойки ставит, да, в четверти, в году вообще гондон еще полнейший, да, мог бы это сам троечку нарисовать. Вот, так что он троечку нарисует, там, не смотрите, да только ходите, там, три раза пришел, в четверти. Тройку, там, просто, да, пустое место, туда журнал можно потом тройку поставить. Вот, вам подрисуют, все у вас будет. Все у вас будет удачно, да. А если вы не были даже трех раз, вам можно отключить или вас засчитать и так, что вы были, да, то есть вас нет, а вас считают, что вы есть, есть электронный журнал, да, и вам нарисуют там тройку, потом все новые. Вы не останетесь в классе, так что забивайте умеренно на школу, не учитесь там, да, готовьтесь только к экзаменам. Экзамены сейчас в девятом и в одиннадцатом классе, насколько я понимаю. Вот, ним надо подготовиться, хоть что-то написать там, хотя бы хуету какую-то, да, если там по странице написали, хотя бы по-английски знаете хоть, как в стиле озона, да, он, наверное, английский издавал, поэтому знает. Beginner, very nice, good nice, да, вот три слова знаешь, beginner, beginner, very nice, good nice, и все, и на экзамен по-английскому идешь, говоришь, very good, beginner, Brazil, very good, nice, very nice, good nice, и все равно этому. И все равно вам тройку поставят, и все, влепят даже, пофигу, да, хоть при комиссии будет, это тоже такая же тетка-училка будет сидеть, все равно вам тройку в ребят, потому что beginner, very nice, это английские слова, откуда вы их узнали? Неоткуда, без четыре, конечно. Значит, они вас научили, вот, тройка положена. Ну а что? Very nice, good nice. Удачи.